Здравствуйте, уважаемые друзья! Я для очередных зимних рыбалок, для своего друга изготавливал, для пробы вот такую имитацию ручейника, свободно живущего. Честно скажу, в качестве как бы огрузочной нимфы, чтобы быстрее дна достичь в лунке, показалась достаточно уловистой и достаточно хорошей нимфой. Но, так как я не люблю повторяться, аналогичные варианты я уже изготавливал, мы сейчас с вами изготовим немножко другой вариант изготовления этой нимфы, но также простой и также будет для вас он достаточно, будем говорить так, повторяемый в домашних условиях. Давайте по порядку. Я взял крючок номер 14. Можно 12, можно 14, можно 10. Вот такой фирмы. Это не реклама. Просто по сравнению, допустим, с фирмой Гамакадсу, здесь достаточно толстая проволока. И, как я уже неоднократно вам показывал, как вы видите, такой характерный есть загиб жала, который очень хорошо подсекает рыбу, даже которая, ну, очень осторожно участвует в поклевках. Изготовил из лески глазки, огрузил обыкновенным свинцом, если у вас нет, можно изготовить эту огрузку, изготовить медной проволокой. И закрепил для того, чтобы мне можно было сформировать тело. Очень достаточно такую толстую нить белого цвета нам необходимо будет сейчас сформировать тело, закрепить хвостик и часть материалов. Чтобы мы 10 раз не проматывали здесь одно и то же, я использую сразу как бы один вариант изготовления. Ставим крючок в удобное для себя положение. Так как наша нимфа будет имитацией ручейника свободно живущего, то у него имеется, помимо передних лапок, имеются задние когатки. Но, учитывая то, что в природе они достаточно жесткие, а рыбе не всегда удобно всасывать нашу приманку, я буду использовать остатки вот такие куриные перьев. Как вы видите, нам не обязательно брать все пуховые, а достаточно будет взять вот эту щепотку перьев, которые имеют хорошую остренькую остеои волоски. Аккуратненько отрываем так, чтобы длину наших, вот как вы видите, бородок не нарушить. Теперь выравниваем их, и только лишь после этого я отрезаю вот эту вот часть, которая у нас держалась наперед. Удалили. Теперь притяжной петлей я буквально вот подхватил, чтобы посмотреть, какая у меня будет длина хвостика. С расчетом того, что мы еще немножечко его по цевью подхватим, меня вполне устраивает такая длина. Удерживаем хвостик, чтобы он никуда у нас не убежал, буквально до середины загиба. Вот так. Как вы видите, вполне достаточно, и я считаю, что хватит нам такой вот длины. Теперь, что нам необходимо? Я взял кусочек вот зеленого ластика, подготовил определенной его ширины, крепим здесь, так как мы будем обматывать потом уже тело, так, чтобы придать правдоподобность нашей личинке. А оставляем. Материал закрепили. Резинка сама по себе, по жизни потом портится, чтобы потом не выбросить ее через месяц или два, я беру для сегментирования тела леску. Подхватываем леской. Вот так, немножечко. И не довожу ее до крепления нашей резинки, чтобы можно было более аккуратно просегментировать тело. Теперь остается поставить крючок в удобное положение и полностью вот этой ниткой, которую я закрепил, закрыть весь свинец. Без фанатизма, но так, чтобы у нас свинец не проявлялся. И потом мы поменяем нашу нить на гораздо тонкую, чтобы можно было изготавливать из даббинга тела. Вот, как вы видите, у нас вышло достаточно симпатичное тело. Как вы уже неоднократно могли заметить, вот эта наша нить белая, таким довольно-таки интересным способом светится в ультрафиолете. Поэтому я ее использую для изготовления определенных мушек, которые дополнительно привлечь внимание рыбы. Мы закрепили с вами нить. Нить несколько тоньше, но не настолько, чтобы с ней было тяжело работать. Что нам сейчас понадобится? Нам необходимо с даббинга набрать тело. Тело должно быть крепкое, и в то же время должны наши ворсинки даббинга достаточно на определенное расстояние выступать в нашей даббинговой ните. Я использую вот фирменный такой даббинг. Он к тому же еще и ультрафиолетовый, и такого, будем говорить, где-то близкий к фосфорно-канареечному цвету. Я не делаю даббинговую петлю, так как я специально взял необходимой мне толщины нить. Ее расщепляю. Для того, чтобы по моей нитке тот материал, который мы будем вот с вами крепить, не сильно расползался, я прохожу кусочком воска. С одной и с другой, можно, стороны. Или же клеем, как обычно я. Но в данный момент используем воск. Что здесь является важным для изготовления вот нашего ручейника? Я, чтобы мне было несколько удобно, я возьму сразу просто небольшую вот такую щепоточку в руки, так как нить мы держим руками, и небольшими порциями я вставляю в нашу нить. Можно изготавливать и с помощью антрона, но, учитывая то, что это является бюджетным вариантом, я ее изготавливаю вот в таком варианте, как вы видите сейчас. Аккуратно набираем такую наборочку, следим за тем, чтобы наш даббинг никуда не убежал, а оставался в расщепленной нашей нити. Лишнее убираем, положили. Теперь мы можем нить закрыть, вот как у меня, и подровнять теперь уже окончательно в нашей расщепленной нити, как в даббинговой петле. можете даббинговую петлю, если вам толщина нити позволяет, разровнять, подровнять и выставить наш даббинг так, чтобы было его равномерное распределение по всей длине нитки. Вот так приблизительно. После этого я просто беру его, скручиваю. Руками мы не трогаем, это очень важно. И после того, когда мы скрутили его в нашей нитке, нам необходимо, вот чтобы было вот так удобно работать, и будет нашей щеточкой привести его в такую приятную лохматость. Заодно и уберем те волоски, которые просто потом выдерутся. Все, осталась у нас вот такая красивая даббинговая веревочка. Удерживаем. Опять ставим в удобное положение. Следим за тем, чтобы мы не затянули нашу леску. И начинаем от места крепления хвостика, виточек к виточку. По возможности не трогаем волоски, пусть они вот так топоршатся, как они топоршатся. С равным шагом, без наезда на соседние витки. Лучше мы потом с вами, если мало будет, сделаем еще расщепление. Вот мы изготовили, нам немножечко не хватило. Повторим ту же самую операцию второй раз. Не забываем о том, что мы должны вот ровно пройти здесь 3-4 миллиметра и будем уже формировать здесь грудку и головку. Вот, как вы сможете увидеть, у нас вышел вот такой симпатичный ежик. Теперь, что мы должны с вами сделать? Взять и вот нашей щеточкой опять его хорошо-хорошо взлохматить. Так, чтобы волос торчал. Ну, буквально считайте во все стороны. Для удобства работы я отрезал нить. И теперь мы должны с вами, натягивая нашу резинку, сперва мы делаем у хвостика один полный оборот, обходим нашу леску и стараемся выполнить обороты так, чтобы часть меха попадала между нашими резинками. Вот так. Без фанатизма делаем натяжку. Движемся к нашей грудке. Небольшой, буквально пару миллиметров делаем между ними расстояние. Вот должен выйти приблизительно у вас вот такая конструкция. Дошли мы с вами до формирования грудки. Теперь, чтобы сильно не мучиться, я обычно беру, цепляю вот так перодержатель. Здесь мы теперь в дальнейшем будем работать с темной ниткой. Поэтому я возьму, вот у меня имеется черная, близкая к фиолетовому цвету нить, уже более тонкая. Перехватываем наш с вами теперь уже ластик. Буквально один-два раза, больше не нужно. Вот мы его уже подхватили. Поддерживаем. Делали два, три, четыре оборота. И теперь можем спокойненько уже удалить и нашу нить, и остатки нашего ластика. Теперь, чтобы мне еще удобно было дальше работать и не крутить крючок, я беру, делаю буквально пару-тройку оборотов, стараясь двигаться ближе к тому месту, где у меня будет формироваться уже грудка. Оставляю здесь вот теперь. Чтобы более удобно было всем работать, в том числе и вам, мы берем, значит, так как мы выполнили один полный оборот, мы с вами должны теперь по нашему ластику пройти нашей леской, чтобы дополнительно придать крепость еще нашей нимфе. Можно, конечно, обойтись и без этого, но учитывая то, что мы делаем не на две-три поклевки, желательно, конечно, эту операцию сделать. Два-три оборота, крепим теперь окончательно нашу леску, удаляем. Теперь нам необходимо себя обезопасить, обязательно буквально капельку нанести на то место, где мы закрепили леску, так как оно у нас все очень скользкое. и дадим возможность подсохнуть клею, и будем продолжать дальше. Наш клей подсох. Я закрепил немножко другой ластик сюда. Мы его подкрасим. То есть то, что у нас имеется под руками. И как вы видите, вот у нас вышло, чтобы можно было достаточно вам хорошо рассмотреть, вот такое вот тело, которое при попадании в воду напоминает, напоминает действительно тело живого нашего настоящего ручейника. А сейчас нам остается только лишь сделать, можно, конечно, изготовить и лапки ему, но мы делаем, будем говорить так, дешевый бюджетный вариант, тот, который у нас мы можем изготовить дома. Ластик можно заменить на полиэтилен, поэтому больших проблем здесь нет. Теперь, что касается грудки. Значит, можно использовать и вот такой коричневый, он близкий даже к такому хорошо коричневому, желудевому цвету. Но я обычно использую, мне очень нравится вот такой даббинг. Он уже с достаточно проверенной величиной ворсы или же остевых волосков. И я с превеликим удовольствием его использую для имитации обычно всех грудок. Значит, в чем его хорошее качество? Как вы видите, они достаточно одинаковые, в то же время вроде бы и мягкие. По сравнению вот с другим, как я вам покажу, даббингом, вы видите, он больше похож, подходит к вате. Это не скажу, что хуже или лучше, но дело в том, что я заметил, если вот черным цветом красят даббинг, он обычно становится несколько тоньше, ну и в то же время его качество становится значительно так жестче. Не рыхлый, а более крепкий такой. То есть, особенность, скорее всего, что красителя. И наношу, ну, будем говорить так, сантиметров 10-12 даббинга, чтобы можно было мне вот такой величины. Прокручиваем, как обычно. Нитка у нас мы поменяли на темную. Можно подкрасить и белую. Это не является проблемой. И теперь без фанатизма начинаем формировать. Где виток к витку, где наоборот, внахлёст. Начинаем формировать нашу грудку. Грудка должна быть у нас, ну, несколько, будем говорить так, толще, но и в то же время не сильно толще, чем наше тело. Ну, вот приблизительно такой толщины. Я закончу, и потом дальше мы с вами продолжим. Теперь переходим к другому этапу изготовления чехлика и самой уже окончательно оловки. Слегка я поставлю в удобное для себя положение крючок, приподниму, чтобы нить не ползла. Теперь смотрите, чтобы было несколько удобнее вам работать, он не влияет на потом, на дальнейшее изготовление. Я обычно слегка увлажняю палец, и вот так вот все, которые у меня ворсинки есть, я их удаляю. Сверху слегка вот так вот разглажу, чтобы резинка моя не затянула мех мой глазком. И, как вы видите, у меня более-менее чистая, хорошая, без излишних волосков, грудка и головка. Как всегда, подтянули. Сперва делаем небольшой, легкий, буквально под весом катушки отпустили. Она сама продавила нашу резинку. Второй несколько потужи делаем. Также отпускаем, подтягиваем снизу, к низу, чтобы не утащить нашу резинку. Вот у нас вышло приблизительно вот такой вот чехлик. Теперь я опять беру аккуратненько между глазками, чтобы не нарушить. Перевожу нить вперед. И вот смотрите, что я делаю. Я вот подхватил, перехватываю мою нить. И теперь вот в этом месте стараемся двигаться к глазкам, не к колечку, а к глазкам нашей ниткой. Вот мы подхватили. После этого я переломил. Можно пройтись здесь. Вот, допустим, еще пару раз, чтобы можно было хорошо подхватить и потом в дальнейшем сформировать нашу головку. Перекидываем опять за глазки. И уже здесь более качественно. 3, 5, 6, вот сколько вы считаете необходимо выполнить обороты ниткой. Все. Теперь мы берем, натянули. С расчетом того, что она у меня узкая, я могу отрезать за один раз. Теперь мы, что с вами должны сделать? Взять вот такой коричневый маркер, сделать завершающий узел, подкрасить верхний чехлик коричневым, а головку черным маркером. Ну, давайте это изготовим. Вот мы с вами изготовили головку. Честно скажу, я ждал несколько дольше, чтобы могла она у нас хорошо просохнуть. И только после этого я уже подровнял сами лапки. Ну, вот как вы видите, у нас вот такая вышла симпатичная нимфа, имитация нашего ручейника. Значит, скажу вам честно, что сильно лапки я еще здесь эти не начесывал, но можно потом в процессе будет взять и надергать даббинга. Вот и все, друзья мои. Выполняется она, как вы видите, достаточно легко. Просто есть небольшие такие заморочки, которые можно спокойненько, без напряга, потом изготовить. Пробуйте, экспериментируйте. Жду ваших комментариев на фейсбуке. Благодарю.